Вяжку по уровню. Основание столба в пяти метрах от гаража. Натянутая цепь – залог того, что сюда никто не въедет. Якобы свое место, но на деле общественное, как выясняется во время проверки. Захваченное незаконно. На учет поставлены гаражи. Мы предварительно уже посмотрели. А столбы, они находятся за пределами участка. Парковаться у гаражей вообще по закону можно, но забивать себе место вот такими вот цепями и столбиками – однозначно штраф, если на то нет согласия всех жителей дома. Если есть решение жителей дома, то, соответственно, на той части земельного участка, которая является общедолевой и принадлежит жителям этого дома, это не является нарушением. В 79-м доме на Гагарина об этом впервые слышат. Никто и никогда не спрашивал, согласны ли они, что кто-то вот так зонирует общий двор. Он считает местный и без того небольшой. У меня никто не спрашивал о том, что нужно огородить, разрешение там. Ну, я маленький человек, ребятки, я же пенсионерка. Они приватизированные гаражи. Все гаражи приватизированы, земля выкуплена для этого. Вот и владельцы гаражей считают, слишком рано их пугают штрафами. До 100 тысяч рублей за цепочки и столбики, когда даже машины порой стоят дешевле. Росреестр напоминает, штраф за самовольный паркин может достигнуть и 700 тысяч, если столбы во дворе выставит не дядя Петя, а юридическое лицо. Брамиль Шайдурина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань.